Добрый вечер. В эфире «Вести» Карачао-Черкесия. В студии Ярослав Щекланов. Глава Карачао-Черкесии Рашид Темрезов поздравил жительницу станицы Зеленчукской, участницу Великой Отечественной войны Ирину Чепурнову с днем рождения. Ей исполнился 101 год. Ирина Прокофьевна, будучи еще совсем юной девушкой, в 1942 году ушла добровольцем, попала в морфлот. После была передислоцирована в Севастополь, где и служила при штабе, работая наборщиком в газете «Краснофлотец», при этом выполняя немало других ответственных поручений. Награждена медалями за победу над Германией, за оборону Кавказа, орденом Отечественной войны, второй степени и юбилейными наградами. В Доме правительства сегодня подвели итоги работы управления ЗАГСа по Карачао-Черкесии. Мероприятие приурочено к 105-летию со дня основания органа записи актов гражданского состояния России. Виновников торжества отметили почетными грамотами правительства и парламента республики. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Левшоков. За многие десятилетия структура органов ЗАГС преобразовалась в отлаженную систему, где каждый сотрудник вносит свой личный вклад в обеспечение защиты прав и законных интересов граждан. Открывая мероприятие, заместитель председателя правительства Карачао-Черкесии Джанибек Суюнов поздравил всех виновников торжества и подчеркнул, что сотрудники органов бракосочетания являются своего рода зеркалом, отражающим события, происходящие в жизни людей. Прежде всего хотел поздравить ветеранов службы, пожелать им здоровья, благополучия и выразить благодарность за то, что имя было сделано за эти долгие годы. И прежде всего это связано с преемственностью в коллективе, с сохранением тех добрых профессиональных навыков. Также работники ЗАГС отметили почетными грамотами Народного собрания и профсоюза республики. В свою очередь руководитель управления ЗАГС по Карачао-Черкесии Елизавета Семенова в итоговом докладе отметила положительную динамику в вопросах рождаемости и бракосочетания. Также подробнее она остановилась на теме качественного обслуживания граждан и взаимодействия с муниципальными органами. У нас в этом году рождаемость превосходит, смертность в этом году у нас выросло количество относительно прошлых лет, выросло количество заключаемых браков. Есть положительные тенденции, безусловно, ну и как бы для нас это такие очень приятные цифры. Мы, конечно же, с большими надеждами и хорошим настроем входим в 2023 год, с надеждой, что мы будем больше регистрировать, безусловно, радостные события жизни наших граждан, что они к нам будут приходить и заключать крепкие, долгие браки. Ирина Каракаева возглавляет отдел ЗАГСа по Ногайскому району и труится в этой системе 11 лет. И как она признается, что за этот период запомнилось много ярких событий в жизни людей. И нам приятно, когда мы только регистрируем свадьбы и рождение детей, что, безусловно, является светлой стороной нашей профессии. Запомнились прекрасные свадьбы, которые я регистрировала. Их очень много у нас в районе, в республике. И хочется, чтобы их было еще больше. Запомнились хорошие люди, которые встретились мне на моем пути. Мой первый руководитель Сиитова Назулима Машевна, наш руководитель управления ЗАГС Баскаева Наталья Григорьевна, которые научили меня моей профессии. В завершение мероприятия собравшиеся еще раз поздравили всех виновников торжества и пожелали им все так же укреплять престиж семьи и сохранять добрые семейные ценности. Алихан Ипшоков, Ислам Урумов, Вести, Карачаева, Черкесия. На недавней прямой линии с главой республики Рашидом Темрезовым была озвучена просьба жительницы Черкеска восстановить придомовую территорию. После реконструкции музыкальной школы двор пришел в негодность. При сильном дожде возникает застой воды, а вход во второй подъезд низкий и вода попадает внутрь. В мэрии Черкеска рассказали, что работы по восстановлению придомовой территории приведут в надлежащий вид до конца этого года. От жильцов дома на прямой эфир главы Карачаева-Черкесской республики поступило обращение по поводу восстановления придомовой территории. В рамках восстановления мэрии города Черкеска планируется устройство тротуара шириной 2 метра, а также планировка территории путем завоза чернозема. Данные работы мы планируем завершить. Сегодня выпал первый снег. Вступит ли зима в свои права, расскажут синоптики. В Карачаево-Черкесии местами снег, ночью в отдельных районах сильный туман и гололед. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 5-10, днем до минус 6. На дорогах гололедится и снежный накат. Черкески ночью и утром сильный снег, днем без существенных осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 7-9, днем 1-3 градуса ниже нуля. На дорогах гололедится и снежный накат. 5-8-5 золотой. Лучший момент. Сейчас. Сейчас скидка до 70%. Золотой подвес с бриллиантом и изумрудом всего от 4 680 рублей. Лучший момент. Сейчас. 5-8-5 золотой. 17 декабря. Ярослав Забашный. В Кисловодском цирке. Спешите. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-90-00. Чавыча, семга, красная икра. На рыбной ярмарке дары Камчатки. С 20 по 23 декабря. В доме предпринимателя. Черкесск, улица Горького, 8. Продолжаем выпуск. В Архизе стартовал новый горнолыжный сезон. В этом году он необычный, так как посвящен столетию Карачао-Черкесии. 20 профессиональных инструкторов бесплатно обучали начинающих лыжников. Также можно было полетать и на воздушном шаре. Насыщенной спортивной и культурной программе расскажет Альбина Ламкова. Сразу предупреждаю. Поездка в горы может стать хорошей традицией. А если еще научиться кататься на сноуборде и лыжах, привычка будет полезной. Ну что, начинаем вкатываться в сезон. Попытка не пытка. А еще, если с новичком, инструктор-профессионал. Адам, с первого раза можно научиться кататься на лыжах? Да, конечно. Самая основная наша задача – это научиться кататься красиво, а главное – безопасно. Ну что, стартуем? Стартуем. Кстати, сегодня все желающие могут научиться кататься бесплатно. К обучению привлечены порядка 20 профессиональных инструкторов. Много-много людей и самостоятельно обучаются лыжам и доскам. Просто вот этот момент скольжения и в правильной стойке, и в правильной базе. Наша задача тренерская, инструкторская – это именно вот эту базу дать. Если правильную базу поймаешь, то дальше все станет легко. Приезжайте и не бойтесь становиться. Тут все помогут, все четко. Архи – супер курорт для того, чтобы учиться кататься, и для того, чтобы постоянно кататься. Тут два склона, куча трасс. Короче, супер-супер. Приезжайте. А условия проживания? Погода. У нас хорошее, у нас тепло. Вода горячая. Главное – тепло, компания хорошая и в горах. То есть ты выходишь, окно открываешь, виды на горы. Что может быть лучше? Качество трасс всех уровней сложности. Работают новые современные канатные дороги. Есть вечернее катание. Инфраструктура и туристический сервис в Архизе полностью соответствуют международным стандартам. На сегодняшний день построена двухполосная автомобильная дорога с асфальтобетонным покрытием Архиз-Лунная поляна-Дука. Добраться до места отдыха можно легко и с комфортом. Из Долгограда не так долго ехать. Нет серпантина, как там, допустим, в Сочи ехать. Нам всё здесь нравится. Хорошее, удобно. Чего там ночью выехал в 10, в 5 утра уже здесь. Здорово приезжать в Архиз. И с детьми комфортно, да. С детьми приехать, да. Спасибо вам большое за такие приятные дороги. Организаторами части торжеств в Архизе в день официального старта сезона выступило Министерство туризма и курортов Корчаева-Черкесии. Это не только бесплатное обучение на лыжах и сноуборде. Ими предусмотрена программа взлётов на воздушном шаре, что позволит туристам увидеть фантастические пейзажи курортной зоны с высоты птичьего полёта. Как мероприятие, приуроченное к 100-летию КЧР, мы намерены обучить не менее 100 новичков. Ведь каждый должен почувствовать этот драйв, спуска. Совместно с Кавказ-РФ организованы тематические мероприятия, ещё яркое событие дня. На главной площади курортного посёлка «Романтик» организовали спектакль кукольного театра с мультяшными героями. Наш лыжник не закончил музыкальную школу. Музыка его сильная сторона чувствует... А на северном склоне стартует массовый заезд лыжников и сноубордистов. Сезон открыт. Участники заезда лыжников и сноубордистов, занявшие призовые места, получат подарки. А гости торжественного дня – незабываемые эмоции и впечатления на всю жизнь. Альбина Ламкова, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия, Архиз. Рыбаки Камчатки снова черкесские. Всё самое лучшее они привезли к новогоднему столу. Огромный ассортимент рыбы, чавыча, сёмга, белорыбица, палтус, морепродукты, консервы и, конечно, красная икра. Рыбная ярмарка открывается завтра и будет работать до 23 декабря включительно с 9 утра до 7 вечера в Черкесске в Центре развития предпринимательства Нагорького-8. Яркая новогодняя премьера в Кисловодском цирке. Представитель известной цирковой династии Ярослав Запашный выступает с программой «Тигры на земле и в воздухе». О зрелищном шоу расскажет Светлана Шаганова. Ёлка, блеск огней и Дед Мороз. Праздник к нам приходит. Самый чудесный и волшебный – Новый год. И вот он уже в цирке. Наконец-то мы в цирке Кисловодском! Ура! В предвкушении Нового года всех охватило праздничное настроение и все поверили в волшебство. Оно начинается именно здесь, под куполом Кисловодского цирка. Начните свою новогоднюю историю вместе с волшебной премьерой. Начинается время волшебства и сказки, а Дед Мороз исполнит все желания. Артисты московского цирка погружают зрителя в атмосферу лицедейства. В программе собраны лучшие жанры циркового искусства. Необычайно красивые номера. Как говорится, дух захватывает, когда артисты выполняют сложные трюки под куполом и без страховки. Мы привезли очень сильную программу, программу необычную. Необычную в том плане, что практически все номера эксклюзивные. Яркий балет в сопровождении красивой музыки. Порадуют и четвероногие артисты. Гордые доберманы демонстрируют свою выносливость. Стойко держат кусочек колбаски у себя на носу и наслаждаются только запахом. И полакомиться можно только с разрешения дрессировщика. Кстати, это единственный номер в России с доберманами. Ну и как же без забавных обезьянок-моряков. Веселые и беззаботные порадовали и детей, и взрослых. И вот в манеже грациозные резвые лошади. Красивый номер «Лавстори». В яркой новогодней программе и яркие заслуженные артисты России. Лауреаты престижных международных цирковых фестивалей. Обладатели самых высших наград. Воздушные гимнасты и акробаты. Жонглеры, эквилибристы. Забавные клоуны. И самое зрелищное выступление – аттракцион с тиграми под руководством Ярослава Запашного. Дрессировщик продолжил дело отца и деда. Успешно занимается дрессурой и выступает со своими звездными полосатыми кошками. С детства в цирке, рожденный тоже в цирке, у нас большая цирковая династия. И отец передал мне коллектив, передал мне аттракцион. Сейчас я уже сам гастролирую, сам занимаюсь полностью всем. Премьера удалась. Аншлаг. Бурные аплодисменты зрителей. Цирк просто бомба. Мне так понравилось. Спасибо большое Кисловодскому цирку. Ну, прям счастье. Ну и какой же новогодний праздник без волшебных слов Деда Мороза. Дедочка, войны! Новый год – это блеск огней, от которых сияют счастливые глаза зрителей. До самого яркого праздника осталось совсем немного. И хочется погрузиться в эту волшебную сказку под названием «Цирк». Подарите радость себе и своим детям. И такая возможность есть до 15 января. Светлана Шаганова, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, из Кисловодска. Это все Вести, а прямо сейчас премьера фильма «Дама с собачкой». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова